Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5.1 и 16.21 Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, направленных 30 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодического обзора и представленных в краткой форме в связи с ограниченным количеством слов. Отдельный раздел посвящен информации, полученной от Национального правозащитного учреждения, аккредитованного в полном соответствии с парижскими принципами. Представитель аппарата Народного защитника Грузии заявил, что государство едва ли принимает какие-либо адекватные меры для преодоления стереотипов и ошибочных представлений об уязвимых группах населения, которые являются причиной. Дискриминация. Ситуация с точки зрения равенства религиозных и этнических меньшинств является критической. В докладе отмечается, что расизм и направленный против мигрантов и популизм стали в Грузии серьезными проблемами. В нем говорится о росте агрессии, насилии и ксенофобии, особенно в отношении граждан африканских и азиатских стран. Его авторы отметили, что неофашистские и ультраправые группы нападали на людей в общественных местах и проводили митинги с запугивающими иностранцев лозунгами. Консультативный комитет по рамочной конвенции о защите национальных меньшинств призвал власти продолжать усилия по эффективной борьбе с преступлениями на почве ненависти путем систематического и своевременного расследования всех преступлений, совершаемых с целью дискриминации. Он призвал также власти активизировать усилия по более эффективному преследованию и наказанию за такие преступления. Авторы рекомендовали государству продолжать подготовку сотрудников полиции, прокуроров и судей по вопросам борьбы с преступлениями на почве ненависти, а также проводить кампании по повышению осведомленности молодежи о последствиях насилия на почве ненависти. Консультативный комитет по рамочной конвенции о защите национальных меньшинств призвал власти систематически и своевременно осуждать все случаи проявления нетерпимости, в частности в публичных выступлениях. Государству было рекомендовано безотлагательно создать в рамках правоохранительной системы группу по расследованию преступлений на почве ненависти в целях укрепления деятельности по расследованию, судебному преследованию и предупреждению. Преступлений на почве ненависти, основанных на сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Организация от International рекомендовала государству поощрять межкультурный и межрелигиозный диалог и сотрудничество. В докладе отмечено, что государству рекомендуется, чтобы оно обеспечило детей из числа этнических меньшинств образовательными ресурсами и качественными учебниками и повысило качество преподавания им государственного языка. Отмечается, что участие этнических меньшинств в политической, социальной и культурной жизни остается проблемой. Преобладающая повестка дня в области политики и культуры не дает им пользоваться своими правами, включая право на использование своего языка при общении с государственными органами, право на свободу своей культуры и право на эффективное участие в процессах принятия решений. Консультативный комитет все призвал государство эффективно консультироваться с представителями национальных меньшинств до разработки и запуска важных инфраструктурных проектов, которые могут их затронуть. Говорится, что доступ меньшинств к информации затруднен из-за цифрового разрыва в сельских населенных пунктах и небольших городах, где проживают меньшинства. Отсутствие доступа к информации на понятном для меньшинства языке приобрело крайне важное значение во время пандемии COVID-19. Консультативный комитет все призвал власти наряду с поощрением использования государственного языка эффективно гарантировать право на использование языков меньшинств в устной и письменной форме для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в отношениях между этими лицами административными или судебными органами, в районах, традиционно населяемых такими лицами, или там, где они проживают в значительном количестве. Он также призвал власти предусмотреть перевод соответствующих законодательных актов на языки меньшинств. Государству было рекомендовано принять позитивные меры по поощрению занятости этнических меньшинств в центральных и местных органах власти, уделяя особое внимание. Выпускникам университетской программы 1 плюс 4. Государству было рекомендовано провести всеобъемлющее исследование пробелов в системе образования меньшинств, включая пробелы в обучении государственному языку и исходные причины неравных условий. Государству было рекомендовано составить перечень объектов культуры и наследия этнических меньшинств и принять конкретные меры по их охране и популяризации.